Вадим Васильевич, я столкнулась с интересной ситуацией. Я вот дожидалась отмены судебного приказа и начать действовать по вашему алгоритму. Значит, некий судебный участок, там приписана судья, да, мы видим, кто это, да, ее аппарат и все такое. Значит, накануне я отменяла судебный приказ, приказ настрочила совсем другая судья, не относящаяся к этому участку. Она же его отменила. В этом приказе я требовала полномочий этой судьи, ну, там такой хороший алгоритм был. И, значит, следующий приказ она настрочила, вот новый, который я хотела по вашему алгоритму, опять она же. Значит, при отмене приказа я, ну, то же самое все писала и еще приложила общественное порицание. Молодец. Да, общественное порицание. Также шито, все пронумеровано, все было прошнуровано. Значит, когда я понесла в судебный участок, там они под видом коронавируса перекрыли. Секретарь ко мне уже не вышла, чтобы принять, и предложили в ящичек. Я отказалась, пошла на почту, отправила. Правильно. При этом, поговорив с судьей, ой, с секретарем, под запись все сделала, я сказала, что я еще требую документы, надлежащие заверенные. Значит, это доверенность, которая приложена в материалы дела, и, значит, что там еще, заявление на приказ. Ну, значит, это письмо, это возражение, они получили, я это видела. Ну. Значит, и приходят, и никакого нет результата, ничего мне не присылают. Ну и нормально. Ну, нормально. И отмена пришла совсем от другой суди, не с заказным письмом. Ну, нормально, все нормально. Нет, нет, отмены приказа нет, на сайте не висит отмены. Отмены мне не принялись. Ну, сформулируйте точку. Короче, в этом участвовало две судьи. Да, ходили, что-то там, да, ходили, говорили, писали. Ну и что? Строчные приказы две судьи уже, не принадлежащие к этому чему. Ну, две судьи, пусть они две суди. Так. Права нарушены или нет? Отмены приказа не произошло. Отмены приказа не произошло. Его нет. То есть приказ не отменен? Не отменен. Сроки все прошли. Ну, а есть же 6.1. И понимаете, какая штука? Я вот опубликовал 15 формул. И вот все, кто участвует в разговоре, на них не ссылаются. У меня есть, у меня заготовлено еще на 10 формул. Я не даю, потому что не читают. Я вам говорю, формула, которая у меня заготовлена, вот я поднимаю, 6.1. Ясно. Ладно, спасибо. А вы поняли, что я сказал? Ну, расшифрую заглянувшую статью. Нет, нет. 6.1. Берете ГПК. В ГПК есть статья 6.1, в которой написано, что если суд просрочил свои обязательства, ну, не выполнил по срокам, у вас возникло право обращаться к председателю суда об ускорении движения. 6.1. Я уже не пишу, потому что никто не читает, никто не пользуется. Значит, такого не может быть у нас с вами. Ну, не может быть. Мы подали, сроки прошли, никто не сделал. А вы, минутку, а есть же 6.1. Есть же 6.1. Мы подали, на часы смотрим, прошло 5 дней, на 6-й день 6.1 пошла. 6.1, как раз и говорит, на 6-й день. Первый раз вам по башке. Бац. Вот. Ускоряйте. Вот. А если нет, пошла жалоба на председателя в ККС. У нас председатель, он получает зарплату, он выполняет не только функции судьи, но и, но и организационно-распорядительные функции, в которых то-то, то-то, то-то. Он представляет организационно-распорядительные функции для того, чтобы районный суд и все вот на территории и так далее выглядели достойно, значит, потому что мы в Великой стране живем, как-никак, курица там или это, ну, в общем, на гербе что-то там изображено. Это же величайшее дело. Вот. И таков быть не может, чтобы государственные люди и судьи нарушали закон. Это невозможно представить себе. Над нами куры будут смеяться с двумя головами. Так. И поэтому, да, вы возмущены. Как же так? Вы-то делаете вид, что как такое может быть? Одна судья, вторая судья. У вас что там, вы чередуетесь, что ли? Откуда это вы? Откуда вы берете? Или это, или это. У вас же есть, теперь опять на 6 беру. Только уже не 6.1, а пункт 1 статьи 6. Это уже Европейская конвенция. А там написано, что суд должен быть назначен. Суд в установленном порядке назначен. Так вы хотите, у вас возникают большие сомнения, что он в установленном порядке назначен. То одна подпись, то одна судья, то другая. Такого и быть не может. Потому что в Европейской конвенции, которой подписалась Россия, написано судья, а не судьи. Одна судья, один судья должен этим заниматься. Как же так? Район не поменялся. Нового указа о изменении территориальной не было. Откуда взялся второй? Вы что делаете? Ну вы-то возмущайтесь. И вот у вас 6.1 и пункт 1 статьи 6 Европейской конвенции. Чувствуется, что вы человек грамотный. Вы их возьмете и вот этим по щекам, по щекам отхлестаете. Как же так? Что вы делаете? А то, что с секретарем разговариваете. Ну разговаривайте. Ну вообще говоря, лучше заслать. И теперь требуйте так. Раз вы закрылись, а у вас есть право на правосудие, у вас есть право на доступ к документам, ваше право намного выше, как зарплата судьи намного выше вашей, так ваше право намного выше интересов, в том числе охрана здоровья этого судьи. Пусть судья ходит на работу, сканирует и вам все выставляет или значит напишите любые требования, чтобы вам все выдали, у вас есть право на доступ, где, почему от вас скрывают, что они делают, а в это время подмены идут судьи, а в это время меняются. Вот эти вот, у вас есть карты вот эти, все время тусуйте и каждый раз ставьте вопрос, у вас возникли сомнения в справедливости. Ну вот, примерно так.